Книга Исход, глава первая. Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было семьдесят, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и он построил фараона Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, и делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из которых имя одной — Шифра, а другой — Фуа, и сказал, «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умершвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону, «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и очень усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял дома их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых.